Добрый день, уважаемые телезрители! Тема сегодняшней нашей передачи актуальна как никогда в наше непростое, бурное, стрессовое время. И эта тема – биохакинг. Что такое биохакинг? Биохакинг – это целая система оздоровительных и медицинских практик, направленных на увеличение продолжительности жизни, на улучшение ее качества. И сегодня у нас в гостях замечательный специалист по данному вопросу, директор автономной некоммерческой научно-практической организации «Институт питания и охраны здоровья», а также автор десятков статей по функциональному питанию, кандидат наук Марат Ильдусович Калемулин. Добрый день. И с вами журналист Казанского федерального университета Альберт Бекбов. Итак, биохакинг. В 2017 году интернет-пространство нашей страны разорвало буквально статья молодого человека Сергея Фаге. Она называлась так. «Мне 32 года, и я потратил 200 миллионов, ой, 200 тысяч долларов на биохакинг». Здесь, в данной статье Сергей изложил свою систему биохакинга, которая сподируется на нескольких больших блоках. Среди них это, в первую очередь, оптимальные физические нагрузки, здоровое питание, здоровый сон, психическая саморегуляция и, естественно, вопросы, связанные с экологией, с экологичностью жизни, с экологичностью, опять-таки, того же самого питания. И эта статья вызвала совершенный шквал комментариев различного рода. Ее очень обсуждали в различного рода изданиях. Была очень яростная полемика по изложенной системе биохакинга Сергеем. И люди удивлялись тому, что, на самом деле, это действительно такая очень дорогостоящая, очень продуманная система, где идут применения, где идет применение большого количества биологически активных добавок, где жестко нормируется жизнь, буквально по минутам расписано. И нормируется не только активная жизнь, но и нормируется сон. И люди обсуждали, нужно ли это, является ли подобные практики, которые сейчас все больше и больше получают распространение, является ли это нормальным явлением, не получится ли так, что человек в погоне за биохакингом, то есть за улучшением жизни, за увеличением ее продолжительности упустит само качество жизни, ту самую живую жизнь, замуровав ее в свои жесткие схемы, в свои нормы и правила. Поэтому сейчас наш уважаемый собеседник ответит на ряд вопросов, которые действительно касаются биохакинга и, прежде всего, главным образом, именно в сфере функционального питания. Итак, первый вопрос. Чем опасен биохакинг? Марат Ильдович. Начнем, наверное, во-первых, с определения, что такое биохакинг. Биохакинг — это набор методов, позволяющих изменить работу биологического организма, так как это не предусмотрено жизненными циклами. Соответственно, биохакер — это человек, люди, которые стремятся различными методами улучшить свой человеческий организм путем употребления порой иногда безобидных БАДов или менее безобидных введения инъекций, которые, в общем-то, не изучены достаточно и которые могут привести к достаточно серьезным последствиям. История возникновения биохакинга следующая. В 80-е и 90-е годы прошлого столетия это движение зародилось в Соединенных Штатах Америки. И, безусловно, конечно, такой наибольший рост, импульс развития пошел уже все-таки в 21 веке, в 2000-х годах. Вы правильно сказали о том, что вот статья предпринимателя вызвала такой бурный интерес к этому направлению в нашей стране. И поэтому, конечно, времени прошло еще очень мало, но сегодня, уже опираясь на принципы нашей традиционной научно обоснованной медицины, мы уже можем сказать плюсы и минусы этого всего. Во-первых, начнем с того, что научно обоснованной эффективности биохакинга нет. Вот. Это надо понимать. То есть, дело в том, что для того, чтобы прям научно это все подтвердить, то есть мы сейчас об этом переговорим, да, значит, надо понимать, что времени прошло очень мало. То есть, вот, 12-й год, о котором вы говорите, статья, и пусть, то есть вот эти вот даже неполные 10 лет в нашей стране, то есть пока просто говорить о чем-то очень рано. Я вас немножечко поправлю, Марат Ильдович, статья вышла в 2017 году. То есть здесь еще даже и 5 лет не прошло. Так вот, значит, ну это не говорит о том, что биохакинг, он не заслуживает внимания нашего, да, безусловно, как одно из направлений, которое в первую очередь формирует мотивацию к здоровому образу жизни наших людей. Вот, мы с этой точки зрения рассматриваем. Я бы еще здесь сказал бы, что в зависимости от способа достижения цели, я бы выделил три основных направления биохакинга. В первую очередь. Первое направление — это контроль, мониторирование за состоянием своего здоровья. Это первое. И с учетом персонализированных данных, с учетом своих каких-то особенностей физиологических, подбор, количество, качество тех или иных препаратов. Второе направление — это, безусловно, конечно, это внедрение в организм искусственных каких-то, значит, чужеродных устройств, имплантов, так называемых. И третье направление — это редактирование генома. Основное отличие высокотехнологичного биохакинга в США и зарождающего биохакинга в Российской Федерации следующее. То, что, на мой взгляд, сегодня биохакинг в Российской Федерации, он больше опирается на знание понятия превентивной медицины, то есть профилактической медицины. У нас пока еще нет такой технологичности, нет таких болезней, нет таких возможностей заниматься редактированием генов. Мы к этим вещам прибегаем достаточно, слава богу, пока редко, и нет такой необходимости. То есть когда речь идет о каких-то демографических вопросах, то есть вопросах потомства, то есть мы стараемся прибегать и смотреть, какие те или иные отклонения мутационные в генах есть у партнеров, и уже с вероятностью прогнозировать, как это все потом возможно отразится на нашем потомстве. Когда речь идет о каких-то серьезных заболеваниях, безусловно, конечно, сегодня редактирование позволяет подобрать и дозировку, и препарат более эффективно. То есть это есть, это нужно, это развивается сегодня, и мы здесь находимся, то есть, так сказать, ну, мягко говоря, на периферии, то есть чуть-чуть отставая от технологичных стран и уже, то есть, используя те наработки, которые они уже отрабатывают у себя. Вот с точки зрения российского биохакинга, я бы назвал это ЗОЖ-биохакинг, то есть, само мониторирование за состоянием здоровья, да, мы сейчас посмотрим, переговорим по всем этим возможностям, плюсам, минусам, там, где, может быть, есть тот или иной перебор в желании исследовать максимально все, а есть, может быть, мы просто о некоторых возможностях сегодня медицины даже не знаем о том, что сегодня большая часть наших учреждений здравоохранения, они обеспечены достаточно серьезно, то есть, диагностическим оборудованием и лабораторными комплексами для того, чтобы, значит, мониторировать состояние нашего здоровья и в динамике отслеживать те или иные изменения. Ведь ЗОЖ-биохакинг, то есть, почему вот он очень, я бы сказал, знаете, так мощно, с таким огромным потенциалом начал развиваться в нашей стране, потому что у нас сегодня возник некий вакуум между знаниями врачей общей практики, ну, назовем так, то есть, не будем пока говорить узкую специализацию, брать, а просто врачей общей практики и профилактическими мероприятиями элементов примитивной медицины. Но у нас как таковой все-таки примитивной медицины, к сожалению, нет. Примитивная медицина, то есть та, которая доклинически уже определяет склонность к тем или иным заболеваниям и рекомендациями мы можем уже подсказать алгоритм жизни, действий, рекомендации нашему пациенту, нашему человеку. У нас пока массово этого нет. Те единичные, там, небольшие клиники, ведь надо понимать, что у нас количество так называемых биохакеров, да, оно измеряется сотнями тысячами человек. Это не массовое пока еще. Потому что это дорогое удовольствие. Мы сейчас придем к этому, да, то есть это там, оно, да, оно не дешевое сегодня, хотя, безусловно, если взять те или иные исследования и сравнить их, взять средне-взвешенную мировую цену, у нас в России некоторые исследования гораздо дешевле проводить. Понимаете? Поэтому у нас есть почва для того, чтобы этим заниматься, и причем даже, значит, иностранцам. У них есть уже интерес для того, чтобы некоторые вещи вполне экспертно, профессионально делать у нас в России. То есть мы можем здесь предлагать эти услуги. Теперь то, что касается вот так называемой профилактической медицины. Отсутствуют массовые, значит, серьезные какие-то мероприятия. Сама по себе диспансеризация, она решает часть вопросов, безусловно, да, но она не решает комплекса задач. То есть это осталось на старом советском уровне в большинстве? Вы знаете, в старый советский уровень, если взять профилактическая медицина и комплекс профилактических предприятий, он строился вокруг массового санаторно-курортного оздоровления. Массового. То есть практически у каждого хозяйства крупного субъекта был план мероприятий, список людей оздоравливаемых, да, и все так или иначе бесплатно проходили через эту путевку. Будь то это было, значит, там с выездом за территорию, будь то это было, значит, на территории города проживания, то есть, ну, люди массово это все проходили. Выявлялось, решалось, нет. Сейчас ведь это все у нас покоронено, сейчас это все практически у нас недоступно. Сейчас санаторно-курортные все подразделения, они достаточно большое количество, то есть они или, а, перепрофилированы в какие-то, значит, рекреационные клубы по интересам, или, может быть, они, если находятся в профсоюзном подчинении, не всегда соответствуют тому уровню современному, да. Те частные, современные, которые, да, они не всегда по карману массовому нашему жителю. То есть и поэтому у нас происходит такой разрыв. Хотя сегодня, надо признать, наше государство, формируя государственную политику в вопросах укрепления общественного здоровья, четко прописало дорожную карту. Что делать? Как создавать инфраструктуру? Как охватывать? Там четко прописано. Но сегодня вот эти вызовы, которые появились у нас в связи с пандемией, коронавирусной инфекцией, да, отложили комплекс вот этих профилактических мероприятий на второй этап. Мы сейчас, засучив рукава, начали бороться с инфекцией. Почему? Потому что сегодня надо лечить и обеспечивать больного, а профилактические мероприятия — это среднесрочно, а может быть, долгосрочно. Понимаете? Это не даст результат завтра, но им надо обязательно заниматься и четко разделить профилактику от, значит, текущих задач здравоохранения, которые, безусловно, есть. Вот пример эффективно работающих программ укрепления общественного здоровья показал в тех странах. Ну, это страны, безусловно, конечно, высокоразвитые, то есть это, значит, та же Австралия, некоторые страны Европейского Союза, где есть такие программы, показал, что коронавирусная инфекция протекает там достаточно в управляемом виде. То есть она не носит такого, значит, там, такого социального взрыва, как, значит, в других странах. Поэтому биохакинг — это интересное направление. Мы здесь, в плане вот технологических секторов биохакинга, мы здесь являемся, так скажем, ну, являемся, ну, мягко скажем, так, периферией, да, значит, развития этого прогресса. Это, в общем-то, даже и хорошо. Пусть они отработают на своем населении, на себе те или иные, так скажем, минусы или плюсы, а мы потом возьмем лучшее, то, что нам нужно, но направление ЗОЖ-биохакинг, мониторирование, да, мониторирование за своим состоянием здоровья, ведь есть очень много таких постулатов, которые говорят о том, что не болеет или здоров человек тот, который самомотивирован к этому, сам занимается этим, сам прикладывает усилия для этого, а не тот, которого там насильно врач, прикрепленный по месту жительства, или там работодатель, там, насильно Арканом выгоняет не это, да. То есть это все-таки здесь должна работать самая мотивация. А мы в сфере государственной политики, мы должны элементы мотивации, пропаганды возвести в государственный рат. Поэтому мы здесь в начале пути, в начале большой, так сказать, работы, и поэтому я бы сказал, что все-таки, значит, биохакинг — это то новое направление, которое, которое сегодня, если с точки зрения, вот именно ЗОЖ-биохакинга, это, значит, достаточная двигательная активность, это придерживание принципов правильного питания, это санитарное просвещение, гигиена быта, гигиена распорядка, гигиена труда, гигиена питания, то есть комплекс вот этих вот мероприятий, это пропаганда в средствах СМИ, здорового образа жизни, то есть это замечательно. То, что касается мониторирования состояния своего здоровья, то есть когда некоторые биохакеры там в день проводят там до 10 исследований, в день, ежесуточно, но, наверное, это перебор. Наверное, это перебор, это, во-первых, А, безусловно, бьет по карману, во-вторых, это не решает саму проблему, то есть даже если ты там вот в течение суток смотришь, как у тебя изменяется тот или иной биологический маркер, это не говорит о том, что болезнь куда-то ушла. То есть и поэтому здесь вот это вот пограничное состояние некоторых биохакеров, когда вплоть до фобии это все доходит, это явно штука не очень хорошая. Вот в этом есть опасность. В этом есть опасность. Это первое, да. Вторая опасность это то, что некоторые люди считают, что биологически активные добавки это такая безобидная штучка. Вот просто безобидная. Ну, еще бы они в магазинах продаются. На самом деле, на самом деле, с учетом того, что вот те же биохакеры, да, они употребляют там по нескольких десятков пилюль в день. Да, по 40-50. По 40-50 легко. И они, к сожалению, некоторые БАДы взаимоусиливают эффект. Если БАД, он изначально построен так, что он должен давать слабый терапевтический эффект, да, то есть он должен, то есть, добавлять к тому комплексному лечению, которое назначил врач. Но мы, когда по нескольку десятков БАДов употребляем, безусловно, мы наносим только вред своему здоровью. Причем иногда даже непроверенные БАДы. Вот это вот очень тоже сильно пугает. Ну, о там внедрении каких-то, значит, так скажем, имплантов или введения инъекций я об этом даже не говорю. Просто не говорю. Это, ну, однозначно ничего хорошего в этом нету. То есть, про инъекции это понятно. Значит, просто и биохакерское сообщество знает такие примеры, когда люди достаточно продвинутые в среде биохакеров, ну, я имею в виду в западной среде, они просто внезапно умирали от того, что, значит, вводили тот или иной какой-то препарат, непонятный, не изучен. Понимаете? Ведь надо понимать одну такую вещь, почему мы не знаем влияние тех или иных препаратов, лекарственных препаратов или там БАДов. Да, потому что, как правило, клинические исследования тех или иных, даже БАДов или там лекарственных препаратов, они, они производятся на больных людях. А мы сейчас говорим о биохакерах, то есть, о людях абсолютно здоровых, молодых в большей степени, да, желающих продлить, прожить долго и качественно, как вот Сергей Фаги, о котором мы говорили, который считает, что он до 120 лет проживет, то есть, и вполне, наверное, имеет право, но это только время покажет. То есть, нам еще ждать почти 100 лет, чтобы уже вот, значит, чтобы клинические пытания по нему прошли. Чтобы понять, вообще, доживет он до 120 лет, или, значит, мы этих примеров очень много знаем, когда люди, то есть, увлеченные, значит, там, как правило, просто рано уходили из этой жизни. Поэтому здесь вот такая вот примерно ситуация. Поэтому инъектирование это однозначно, тут даже об этом и говорить нечего. Вот эти вот импланты, которые несут функцию мониторирования, по которым мы можем то есть, условно, понять, там, биологический паспорт, там, допустим, биологический паспорт пациента, то есть, там, его резус, там, группу крови, какие-то, значит, особенности физиологические, там, сахар крови. Но это все сегодня мы можем делать и без вживления этих имплантов. Сегодня вот разные браслеты, разные, то есть, там, значит, они позволяют мониторировать, давать, то есть, маркеры состояния твоего здоровья, там, по пульсу, по давлению, там, по качеству сна, то есть, нет необходимости даже. Но ты, когда надо, снял, а здесь, если ты уже, и здесь еще вероятность есть, ведь такая, при несоблюдении санитарных норм, надо понимать, что ты можешь занести заразу. И вы, если обратите внимание, даже на Западе достаточно серьезная проблема, то есть, вживить этот имплант. Потому что традиционно, значит, в нашем понимании, да, то есть, государственно, то есть, или там, частное здравоохранение, они просто отказываются это делать. Вот где вы официально? Вот вы, допустим, биохакер, да, хотите что-то себе вживить какие-то эти. Куда вы придете? В поликлинику? В клинику? Не каждая клиника будет это делать. Понимаете? Клиника, которая дорожит своим именем, она здесь, раз подумаю, выхлоп. Это же не массово, а вероятность очень нехорошая, резонансная. Поэтому здесь есть определенная проблема. Понимаете? Потому что все вот эти вот вещи, то, что касается редактирования, геномов, третьего направления, да, ну, здесь я сказал, что мы в этих вопросах пока сильно отстаем от американского биохакинга. Там акценты именно вот в этом. То есть, редактирование, какие-то технологичные такие вещи, да, у нас больше именно элементы персонализированной, превентивной медицины, то есть, зожбиохакинг. Это мониторирование за состоянием здоровья, так называемая диспансеризация, контроль, значит, но, опять же, ну, порой иногда сегодня некоторые центры, частные клиники предлагают достаточно такие очень уж узкоспециализированные какие-то исследования. надо понимать, что каждое учреждение преследует одну цель заработать деньги, поэтому упрекать его в этом не надо, нам просто надо думать вообще. Даст этот какой-то тот или иной показатель, допустим, какой-то очень редко встречающийся белок, который является допустим, депо или складом для железа, да, то есть, ну, да, ты вот увидишь там тот или иной результат, заплатишь за это деньги. Нет необходимости просто, нет необходимости. И, опять же, надо понимать одну такую вещь. Вот мы диагностировали, вот мы исследовали. без изменения образа жизни, без самомотивации, без решения поставленных задач ничего не поменяется. Мы все равно должны сами для себя определить, что надо начинать менять образ жизни. Марат Ильдусович, вот наших телезрителей наверное заинтересует действительно тот низкоуровневый биохакинг, то есть, который Марат Ильдусович так интересно обозначил как ЗОЖ-биохакинг, потому что все эти процедуры по редактированию геномов, по изощренные анализы разного рода вживления каких-то совершенно дорогостоящих, очень дорогих имплантов и мониторинг таким образом, это все-таки удел высокоуровневого биохакинга высокого уровня, который сейчас в общем-то набирает силу за рубежом, но нас от рядовых людей больше интересует какой-то такой биохакинг ближе к земле, народный биохакинг, ЗОЖ-биохакинг и какие основные элементы может позволить себе среднестатистический россиянин, вот чтобы следовать традициям биохакинга в меру своих возможностей. Ну, первое, во-первых, давайте вот начнем с мониторирования, то есть состояния своего здоровья. Сегодня уже есть у нас и муниципальные программы в некоторых субъектах, которые понимают важность этого направления, ну, а в первую очередь, конечно, это частные клиники, которые предлагают сегодня прям пакетами, то есть те или иные программы, там, Бионик Баланс, Бионик там, значит, там, интенсив, то есть я условно говорю, это разные, то есть могут быть программы, которые, по которым ты сам определяешь со своим врачом, лечащим, да, где ты наблюдаешься, определяешь те маркеры, те, так сказать, показатели, которые тебе нужны, которые тебе надо мониторировать. В условиях конкуренции, слава Богу, слава Богу, цены снижаются, хотя они сегодня еще все равно недоступны для массового этого, но вот в таких достаточно небедных регионах, как Москва, это набирает массово, значит, уже, так сказать, интерес вызывает у жителей, и самое главное, что многие работодатели стараются в рамках социального партнерства, кол договоров по программе добровольного медицинского страхования, то есть эти все вещи делать для своих работников, это очень замечательно, но, безусловно, конечно, здесь нужна и государственная политика, государственная политика, мы должны, то есть, безусловно, охватывать вот целые пласты социальных групп, которые нуждаются, потому что все-таки мы исходим из того, что ведь основная цель биохакинга это прожить долго и качественно, то есть, активное долголетие, никто не хочет, дожив там до преклонного возраста просто превратиться в овощи, все хотят жить активно, со всеми физиологическими интересами жизни, понимаете, и для этого, безусловно, конечно, значит, мониторинг состояния здоровья, то есть, образ жизни, твое правильное питание играет огромную роль, огромную роль. То есть, получается, три таких столпа, это мониторирование, да, мониторирование, то есть, все-таки, мы должны понимать такую вещь, что нам в любом случае, то есть, значит, надо, по крайней мере, хотя бы исследование крови, биохимические, то есть, общие анализы крови, это вот, ну, должно быть такая, если позволяет, опять же, такая возможность наша финансовая, надо из этого исходить, да, это необходимо делать, это необходимо в рамках государственных программ, муниципалитетов, субъектов, то есть, здесь надо просто в этом направлении работать и не только там частично компенсировать эти вопросы в условиях диспансеризации, да, а как-то шире прям отдельно прописывать эти программы, пока мы здесь еще только-только, только-только мы находимся в зачаточном пути, мы просто все это отпустили на уровень того, что частные клиники, они закроют платежное население, а простых людей кто будет закрывать? Это обязанности государства. Поэтому второй момент, безусловно, конечно, надо, все-таки у нас, в России должен быть свой опыт, да, вот с точки зрения там технологичных каких-то вещей, биохакинга, мы сейчас пока не конкурентны с нашими западными партнерами, может быть, это и к лучшему, пусть они экспериментируют, пусть они осваивают, пусть они идут впереди, мы будем присматриваться к их опыту, изучать, и тоже лучшее брать и применять это все. Но мы должны вспомнить свой опыт, который был в России, матушке, 100 лет назад, 50 лет тому назад, то, о чем мы не раз с вами говорили, то есть, да, ведь одним из элементов здорового правильного питания в биохакинге является что? Биологически активная добавка к пище. Почему возникает эта добавка к пище? Она возникает в первую очередь, опять же, в связи с тем, что наш рацион не сбалансирован. У нас не хватает или витаминов, или не хватает минералов, или не хватает там аминокислот. Нам чего-то не хватает всегда, поэтому мы за счет вот этой вот добавки стараемся, решаем эту проблему, то есть, декомпенсации. Как делали наши предки? Наше биоразнообразие активно использовали в России матушки. Дикорастущее сырье. Дикоросы. Дикоросы те же, да. Мы просто, честно сказать, по многому дикорасту, по многим дикорастущему сырью мы до конца даже порой не знаем всей раскладки по химическому составу. Некоторые даже дикоросы не включены в фармакопею России. Но уникальность и целебность тех или иных растений, она веками, тысячелетиями доказана нашими предками. Эффективность. И сегодня, безусловно, конечно, мы должны вот элементы включения в рацион, которые были в российской кухне у многих народов, включать это все как образ. Неоподобие изучение исторического опыта. С одной стороны, нам надо, конечно, безусловно, ученым изучать, смотреть. Нам надо, возможно, расширять фармакопейную книгу нашей страны, потому что многие просто не включены растения, которые имеют огромный потенциал для здоровья нашего населения. Почему они имеют? В силу того, что они доступны. Некоторые из них являются сорняками, с которыми мы боремся. Но они настолько уникальны по своему химическому составу, которые заменяют десятки БАДов. И они доступны. Они доступны. Мы видим во всех этих экспедициях по изучению того с историками, с этнографами, когда начинаем изучать вообще, как люди питались, как они заготавливали, как они соответствовали тому или иному возрасту, их состояние, здоровье. Понимаете, порой иногда заходишь с этнографической экспедиции в староверческую деревню, у них же там нет стоматологов, у них нет там супермаркетов, они живут вот натуральным своим этим хозяйством. Зубы все целые. Мужчины, мужчины, ну это вообще об этом мы даже не говорим. Болезни там обмена веществ, болезни органов кровиобращения, то есть сосудистой вот этой патологии, это бич нашего времени. Нету. Ну нету. Активное долголетие, умирные нагрузки. Там 80 с лишним лет бабушка его ревнует еще, потому что он смотрит еще по сторонам. Понимаете? То есть он сколько живет, столько он физиологически силен, как мужчина. Понимаете? Зубы целые. То есть умирают от инфекциозных болезней в силу того, что есть предубеждение, что нельзя там лекарства пить, нельзя там обращаться в государство. Ну свои у них там, да, есть. Я условно говорю, это же не только там староверы, кержаки в Сибири, да. Есть и другие народы тоже, которые вот так вот они сохранились вдали от цивилизации, да. И нам это все надо изучать. Это ведь использование в рационе некоторых корней, трав, декоросов, плодов благодаря своему кемическому составу это тоже обогащение, только это органические, натуральный бат, не требующих определенных затрат. Если ты выезжая там в выходные там на дачу, подальше от агломерации, чтобы это экологически честное место было, что-то собрал для себя, засушил, то есть посмотрел в рецептах, как это все делали наши бабушки-дедушки, то есть что-то в выпечку добавляли, что-то добавляли там в молочно-кислые продукты, что-то добавляли в горячие блюда, в холодные закуски, и потихонечку, потихонечку приучаешь себя в вкусовом порядке к этим антурам. Потому что мы сейчас не готовы. Сегодня вот начни этим кормить. Мы не приучены, мы привыкли к тому, что в каждом продукте есть тот или иной консервант, в каждом продукте сегодня есть достаточно большое количество сахара, к сожалению, гастрономия, кулинария, то есть у нас вкусовые пристрастия уже они настолько видоизменены. Понимаете? С чего надо начинать отечения? Второй момент достаточно серьезный, да, почему вот наши деды, прадеды, наши отцы, они, в общем-то, ну, так скажем, биологически были крепче нас, да. Ну, во-первых, естественный отбор понят во время войны. Представьте, вот в семьях там по там шесть, там, двенадцать детей, то есть выживало в лучшем случае чуть больше половины. Вот у меня у родителей там десять детей, пять-шесть выжило, да. Безусловно, выживает сильнейший. То есть отбор идет, да. Но с другой стороны еще очень важно, помимо того, что в рационе все это было, да, то есть никто не надеялся на то, что привезут там кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, выпечку какую-то там или какие-то десерты, значит, напичканными этими ешками, да, то есть все было натурально. Помимо этого двигательная активность. Посмотрите, как наши предки работали. Мы же так не двигаемся. То есть это третий базис нашего народного биохакинга. движение. У нас нет движения. У нас нет движения. Ведь даже сегодня, если взять опыт современных отечественных или зарубежных биохакеров, да, один из элементов это достаточная двигательная активность. Движение жизни. Движение жизни. Ты просто должен понять такую вещь, что это образ жизни. движение. Только в результате двигательной активности мы заставляем процессы, значит, биологические процессы нашего организма быть активными. Метаболизм активен. То есть внутренние органы значит, все насыщаются кислородом, то есть, потому что, то есть, все работает, все прокачивается, это профилактика болезней, то есть, движение. Очень важный момент. Его надо просто, причем, вот то, о чем вы говорите с точки зрения доступности, это не обязательно тренажерный зал, это не обязательно какой-то, то есть, там, какое-то плоскостное, там, или какое-то, значит, там, инфраструктурно-серьезное спортивное сооружение. Это просто может быть парк, это просто может быть какая-то дорожка, грунтовая. Это просто ходьба. Вот я прочитал. Это просто, значит, какие-то упражнения на свежем воздухе. Марат Ильдович, я вот прочитал, когда готовился к передаче, прочитал, что самое минимум, вот, самый такой минимум двигательной активности, которая позволяет поддерживать наш организм, вот, как вы говорите, в чувстве и метаболизма, и гармония внутренняя, это 8000 шагов в день ежедневно, достаточно необременительно, достаточно, сейчас море совершенно этих умных часов, трекеров, шагомеров, даже по самым демократичным ценам, которые отчитывают эти шаги, и повесил на руку и каждый день цифра 8, не менее 8000 шагов, если она будет у вас, уважаемые телезрители, каждый день высвечиваться на вашем шагомере, то жизнь ваша уже приобретет достаточно высокое качество с точки зрения процессов жизненных и улучшения жизни и увеличение продолжительности это последует если выполнять вот эти минимальные базы базы базовую вот эту минимальную нашего народного русского биохакинга дикоросы, ходьба. Выращивание все-таки с учетом того, что у нас огромные сельскохозяйственные просторы органического земледелия, органического животноводства натурального не то, что мы там сегодня, а мы можем спокойненько закрывать потребности, ведь опять же на Западе почему они БАДы употребляют? Потому что они не могут, не все могут позволить качественные органические продукты сельскохозяйственной продукции. Это очень дорого. И мы здесь можем вполне в этой глобальной экономике можем вполне участвовать. И этим самым сохраняя экосистему нашей страны будущим поколениям, в то же время производя продукцию, которая востребована, а доля вот этой эко-продукции растет, я имею в виду в первую очередь в единицах, в рублях, в валюте, в долларах, в евро, она растет. То есть потребность это есть. И с учетом того, что таких площадей свободных сельскохозяйственных там нет в Европе. Нету. За каждый клочок там бьются. В Китае нету. В Индии нету. Ну, просто нету. Понимаете? Но это опять же должна быть государственная политика. Для того, чтобы появлялись новые малые формы, чтобы была какая-то между ними кооперация. Должно быть обязательно субсидированием производства органических. Потому что они проигрывают ценовых сегментов каким-то суррогатам, ГМОшным продуктам. Безусловно, должен быть усилен контроль за качеством. У нас пока его, к сожалению, тоже недостаточно. Вот законодатель и наши государственные органы об этом и говорят. что усиливать надо контроль, надо внедрять вот этот комплекс мероприятий по укреплению общественного здоровья. Это все прописано. Просто пока у нас не хватает воли начать это все исполнять. Или не хватает где-то политической воли, или где-то не хватает источников финансирования. А где-то порой иногда, когда людям, которые вроде бы обязаны по своему по своим должностным обязанностям знать об этом, они даже порой не слышали. О том, что есть рекомендации, дорожные карты по нацпроектам, по федеральным проектам, которые четко обязывают и органы местного управления, и субъекты федерации. То есть начать этим заниматься. потому что мы порой иногда об этом вспоминаем от выборов до выборов, да, то есть возвращаемся к этой теме, то есть пишутся какие-то программы, на самом деле, на самом деле, проекты национальные, на самом деле, это просто надо брать и начинать реализовывать. Для этого в первую очередь и заложить государственные средства на мотивацию, на стимулирование тех наших кадров, которые будут этим заниматься. У нас сегодня есть достаточно опытные, сильные руководители здравоохранения, но они просто по рукам связаны, инициатива уже у нас сейчас не приветствуется. А здесь как раз именно тот момент, где надо поддерживать инициативу, потому что вот эти вот вопросы государственные вокруг управления общественного здоровья, объединяют нацию. Объединяют нацию. Простой пример. Берем одну школу, которая территориально находится, не будем говорить, в одном населенном пункте. Родители этих детей разделены по политическим соображениям. Одни за завод по утилизации, по переработке твердых бытовых отходов. Вторые против. Вот до драки на родительских собраниях. Комплекс мероприятий в рамках здоровой школы, направленных на здоровье детей, общие классные мероприятия, сближают людей. Сближает. Объединяет. Мы начинаем думать в одном порыве, думая о том, что мы находимся в одной экосистеме и от того, как мы живем в ней, что мы оставим детям, это протрезляет. Но здесь надо просто понять такую вещь, что профилактика и текущая деятельность абсолютно разные вещи. Абсолютно разные вещи. Сегодня любой руководитель ему надо обеспечить кислородом, лекарствами, масками, койками, зарплатами, доплатами. Профилактика ему в лучшем случае даст там может быть через 3-5 лет. Зачем мне это надо? Вот за это у меня голову с ним. И мы откладываем, откладываем. Особенно сейчас, когда бушуют. Хотя пример показывает, что там, где этим люди занимались до пандемии, мягче проходит. мягче проходит пандемия. если этот термин можно применять, это беда, безусловно, да, но где-то она, безусловно, имеет достаточно серьезные социальные последствия, где-то чуть-чуть помягче, да, за счет того, что именно и пропаганда была, значит, здоровый образ жизни на уровне, да, и все-таки вот эти вот санитарное просвещение, то есть, ведь мы об этом вспомнили о санитарном просвещении, что и руки мыть надо, и что и там, значит, и дистанция, и что и надо, значит, оберегаться, сейчас мы это все актуализировали, а ведь по-хорошему в национальном проекте, в федеральном проекте об этом написано еще было за несколько лет до пандемии, блок санитарного просвещения прописан. Ну, много что пишут, просто пишут-то пишут, ну, вот, поэтому это надо просто начинать делать, и начинать надо делать с пилотных регионов, с субъектов, с пилотных городов, у нас есть достаточно ресурсы и в муниципалитетах, и в субъектах, просто где-то надо, вот, вот, где-то не хватает, там, я еще раз говорю, инициативы, воли, может быть, политической, да, где-то, может быть, в том числе не хватает инициативы нас самих граждан даже, чтобы мы могли самообъединившись просто попросить начать наши муниципалитеты, наши субъекты этим заниматься, потому что мы все являемся налогоплательщиками, из этих налогов в принципе должна формироваться та или иная политика муниципалитета или субъекта, надо это понимать, понимаете, и когда наши западные партнеры, так мягко говоря, да, они этого требуют от своего государства, чтобы эти все вещи были учтены, чтобы создана была инфраструктура, мотивация, а мы считаем, что это вроде как это вопрос такой индивидуальный, то есть это твой личный вопрос, это не вопрос государственный, но вот из таких вот личных кирпичиков и формируется общественное здоровье, из этого, из этих кирпичиков потом формируются те качественные показатели россиян, как мы выглядим в масштабах всего мира, да, то есть мы или находимся, то есть в рамках там развивающей страны, то есть конкурируем где-то там, значит, с развивающими странами, а где-то мы хотим, то есть все-таки соответствовать уже развитым странам, да, поэтому вот с учетом того, что у нас есть потенциал, огромный потенциал для органического земледелия, для органического, значит, животноводства, для дикорастущего срябера, биоразнообразия, у нас огромные рекреационные возможности для занятия спортом, у нас хорошая, замечательная школа, санитарное просвещение советское было, у нас даже есть люди, которые еще там, вот они уже в преклонном возрасте, они помнят, как это в советское время организовывалось, то есть нам ничего не надо изобретать, надо просто брать, идти, да, безусловно, посматривать, что делают наши западные партнеры в плане технологичных вот этих вот элементов биохакинга, да, это по редактированию, это возможно может быть и по изощренной системы мониторинга, потому что мы здесь являемся потребителями, мы не являемся, то есть давно уже, так сказать, законодателями, законодателями, да, в некоторых этих, поэтому в этом случае даже я не вижу здесь никакой проблемы, это нормально, то есть мы просто должны смотреть, изучать, у нас должен быть свой, поэтому мы можем идти этим путем, тем более, что я еще раз говорю, что опыт использования дикорастущего сырья, то есть народной медицины, значит, ну, народная медицина это не панацея, безусловно, да, мы можем какие-то вещи заменить, использовать, многие это делают, но заменять традиционную медицину не надо, народной, все равно у нас есть, значит, так скажем, утвержденная вертикаль, понимание, то есть мы не можем полностью переключиться на народную медицину, то есть, потому что вот с точки зрения разнообразия питания, да, это да, а с точки зрения все-таки лечения, значит, здесь уже надо, все это должно быть дозировано, дозировано должно быть, и там очень много хорошего в народной медицине, то есть, которое надо использовать, безусловно, но и в то же время не надо забывать о том, что есть официальная позиция органов здравоохранения, да, и мы должны просто ее придерживаться, то есть, поэтому есть протоколы лечения, от которых никуда не речь, поэтому, вот, но заменить все мы не можем, вот, вот, я бы сейчас здесь назвал бы это не народная медицина, я бы назвал это, то есть, культурой, культурой, культурой потребления некоторых продуктов, да, питания, вот здесь вот мы маленечко, так сказать, чуть-чуть уже находимся как раз-таки на другом каком-то этапе развития, то есть, вот простой пример, да, вот недавно мы проводили такие исследования, взяли колбасу ГОСТовскую, которая по советским ГОСТам была сделана, то есть, из мяса, и взяли современную колбасу, которая сделана по ТУ, и, в общем-то, мясо можно обойтись без мяса, без слов. Современное, молодое поколение, оно проголосовало вот за колбасу ТУ, оно другого просто и не пробовало, а старшее поколение вспомнило эту ГОСТовскую колбаску, вот это вот лучше, понимаете, то есть, у нас ведь уже кулинарное пристрастие уже формируется, в том числе производителями, они нас загоняют в тот именно формат, который им выгоден, как он выгоден, поэтому мы эти все вещи должны понимать, мы должны быть грамотными, мы должны уметь читать этикетки, мы должны читать и знать маленечко о производителе, продукцию, которого мы едим, технологию, отзывы, то есть, это все в наших руках, и это все не требует больших денег. Уважаемые телезрители, вот много говорилось о так называемой политической воле, о том, что государство должно действительно заниматься проблемами по продвижению, по внедрению элементов биохакинга в жизни нашей страны, но все-таки все главным образом сосредоточено в наших руках, и все в конечном итоге зависит от нас. Мы сами можем выполнять совершенно минимальные, дешевые, необременительные процедуры, вот тот самый называемый ЗОЖ-биохакинг, о котором нам говорил сегодня Марат Ильдусович, и по силам вполне и эти 8 тысяч шагов в день каждому, по силам вполне наладить рацион, в том числе и с использованием дикоросов, тремиться есть нормальные здоровые продукты, тщательно следить за рационом, выбирать именно те вещи, которые удовлетворят наш организм с наименьшим риском и естественно проходить время от времени профилактические осмотры, те самые элементы превентивной медицины, то есть давать тесты, перечень тестов уже можно посмотреть в доступной литературе, посмотреть в интернете, многие центры медицинские предлагают, как опять-таки говорил Марат Ильдусевич, целые пакеты по осмотру. Вот эта работа не требует от человека, работа над своим здоровьем, она не требует от человека особенно больших затрат и не является тем, что сейчас происходит в какой-то Калифорнии в среде очень богатых программистов, когда та же самая статья, с которой мы начали сегодняшнюю передачу, называется даже «Я потратил 200 тысяч долларов». То есть вполне доступны есть методики, вполне доступны, с вполне меняемым деньгам, с минимумом затрат, и все зависит действительно от нас самих, потому что пока дойдут руки государства, которые сейчас больше усилия направлены на сражение с коронавирусом, и эта вся история не только на этот год, но и на следующий, и последующий, пока дойдут руки государства до нас всех по внедрению элементов биохакинга пройдет немало времени, а потому лучше с завтрашнего же дня начать выполнение простых, необременительных, дешевых элементов биохакинга, о которых мы сегодня говорили в нашей передаче. На этом разрешите закончить сегодняшнюю передачу и поблагодарить нашего гостя, нашего уважаемого Климулина Марата Ильдусовича, кандидата наук, директора автономной, некоммерческой научно-практической организации Институт питания, охраны, здоровья, автора десятков статей по функциональному питанию за столь интересный рассказ о элементах биохакинга, о его различиях среди богатых стран и про наш российский уникальный в своем роде ЗОЖ биохакинг. За это вам огромное спасибо. На этом наша передача заканчивается. С вами был журналист Казанского Федерального Университета Альберт Пикбов. Редактор субтитров